В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября, Владимир Волков посетил Люберецкую компанию «Газстроймонтаж». Глава округа ознакомился с предприятием и пообщался с коллективом. Компания начала деятельность в Люберецком и Раменском районах весной 2004 года. На протяжении двух десятилетий выполняет комплекс работ по газоснабжению. От геодезических изысканий, оформления земли и проектирования до строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Начинали с небольших газопроводов, жилых домов. Дальше хотели строить распределительные газопроводы. Есть объекты у нас и по 25 километров протяженностью. Внедрили метео еще 10 лет назад для газификации тех же самых жилых домов, что в Московской области и в Российской Федерации не было популярным. Ну и требовало дополнительных изменений в регламентах и в нормативах. «Газстроймонтаж» первым на территории региона получил все согласования и начал использовать для газоснабжения фасадных и внутренних газопроводов медные трубы и фитинги, применяя технологии пайки и пресс-фитингов для полиэтиленовых труб. Срок службы этого полиэтилена более 40 лет. Сварочный стык отличается высокой надежностью прочность соединений. После того, как произведен сварочный процесс, все это подвергается ультразвуковому контролю, то есть соответствующей гарантии качества. Аппарат позволяет производить сварку в полуавтоматическом, автоматическом режиме, что характерно для сварки газопроводов средних, больших диаметров. В настоящий момент компания разрабатывает проекты перекладок газопроводов в протяженности около 25 километров в городском округе Люберцы. 90% контрактов заключены с Мособлгазом. Мы, конечно, им очень благодарны, что он нас поддерживает, учит, чему-то толкает. То есть как раз сейчас программа социальной газификации появилась, которую мы старались максимальными темпами выполнить. Социальная газификация продолжается. Мособлгаз при поддержке правительства развивает новые дополнительные программы. Это техническое перевооружение, перекладки газопроводов. Все это дает возможность нам развиваться. За 20 лет компания проложила более 2,5 километров газопроводов, построила несколько десятков котельных и обслужила свыше 3 тысяч абонентов, находящихся в Подмосковье. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.